Два вопроса. Первый, что означает имя Валтасар? И второй вопрос, есть ли у Бога красная линия? И что делает Бог, когда империя пересекает ее? В этой программе мы ответим на эти вопросы. Эти две программы, которые мы с вами говорили о Навуходоносоре, я читал о том, как Бог наказывает высокомерие, которое он видит в королея, который управляет империей. А сегодня мы посмотрим, что делает Бог с империей, которая пересекает его линию. И вот интересно было бы внимательно посмотреть, в чем именно состоит эта красная линия. В наше время даже очень много стран, которые позволяют себе вести себя неправильно. Допустим, захватывают другие территории, воюют с другими странами, которые меньше. И я хотел еще сказать, что часто бывают люди, которые находятся в руководстве стран. Это сенаторы, конгрессмены, это парламентарии, это президенты, премьер-министры. Они становятся как служители для народа, когда они руководят этой страной. Но через время, насколько они становятся коррупированы, погружены в коррупцию, всякими неправильными темными операциями приобретают большие средства. И люди, которые проголосовали за них, хотят видеть от них прозрачности, чистоты, открытости, но видят такое отношение, как у воров, как у тех, которые берут достояние и богатство, которые принадлежат людям той страны, и они берут, приобретают, продают и накапливают свое состояние. И когда люди узнают об этом, вот видят того, другого, третьего, что человек обогатился фактически за счет полезных ископаемой той страны, люди становятся протест, люди негодуют. И это в каждой стране. Вы скажете, ну это там та страна или другая, или третья. Каждая страна, включая западные страны, восточные страны. И вы знаете, о чем я сейчас говорю. И вот я хотел сказать, когда бог видит такую коррупцию лидеров, вот управляющих, власть имущих, как будем их называть, тех, которым народ верил руководить, законы делать, управлять. И когда бог смотрит на этих людей, видит он, что эти люди пересекли красную линию. Может он сказать, все, из-за того, что эти люди сделали вот так, вот так, вот так, я посылаю на них свой гнев. Вдруг эта страна или эта империя теряет полностью управление, и другая страна берет вверх. Я не нахожу это в Библии, и практически больше всего коррупция и нечистое, неправильное отношение руководства к народу вызывает революцию внутреннюю. И как бы бог стоит в стороне, люди воюют, народ воюет против руководства, только из-за того, что это руководство обогатилось за счет этого народа. А вот когда бог проводит свою черту, и империя или страна большая пересекает эту красную линию, и что бог делает, вот интересно. И поговорив об этом, нам нужно посмотреть на сына Навуходоносора Валтасара. Вы все знаете историю о Навуходоносоре, что он видел сон, и бог показал этого истукана, и он был этой головой центральной. И когда он увидел толкование сна, которое Даниил объяснил этот сон, никто не мог объяснить, но бог дал Даниилу не только объяснение сна, а он еще дал Даниилу этот сон. То есть Даниил рассказал ему, какой сон Навуходоносор видел. И после этого Навуходоносор построил этого истукана. Именно построил, для того, чтобы все поклонились ему. И была большая проверка для Сидраха, Месаха и Авдинага. И через время Навуходоносор ходил по своим чертогам, говорил, не это ли величественный Вавилон, который я построил, в честь моего величия и славы моей, и так далее. И услышан был голос, что царство твое окончено, Навуходоносор. И вы знаете по Библии, что Навуходоносор потерял рассудок. Самое страшное, когда Бог позволяет лидеру империи терять свой рассудок. Это самое страшное. И он начал есть траву, начали вырастать волосы на теле, ногти, как когти становились у зверя, зубы. Он становился аборигеном, он становился зверем на земле. Ситуация очень сложная, очень сложная была для царства, потому что он как бы и был император, но он был выброшен. И что происходило в это время? В это время его сын 13 лет правил на престоле. И интересно то, что этот сын, Валтасар, которого звали, он так правил и так себя вел, что не обратил внимания, за что Бог наказал его отца Навуходоносора. Он как будто бы посчитал, что это нормальное явление, когда с человеком такое может произойти. И я сегодня хотел вместе с вами посмотреть, что же там произошло в этой комнате. И мы глянем, что это за имя. Вообще в старое время, во время еврейских царей, правления Иудеи, Израиля и тоже во время Вавилона, имена имели очень большое значение. Вот, допустим, Даниил, его имя означает «Бог мой судья». Какое прекрасное имя. Что означает имя Валтасар? Валтасар, Ваалтасар, это означает «женщина охраняет короля». И если вы помните, когда Навуходоносор давал имена Даниилу, Сидраху, Месаху и Авдинага, то он дал Даниилу второе имя, тоже Валтасар. И когда Даниил являлся перед Навуходоносора и объяснял ему значение сна, то он к нему обратился как к Валтасару. Говорит, войди, Валтасар, «Ты назван по имени Бога моего». То есть Валтасар, это не было просто как имя, а это было определенное положение. Я начал смотреть некоторые источники, объясняющие вообще значение имен. И я был поражен, что слово Валтасар, оно было как второе имя. Как вот в Америке существует имя middle name. Очень интересно. Есть первое имя, основное имя, есть фамилия, а есть еще middle name. И вот middle name, это не является отчеством, это как бы является тем именем, которым его наградили его родственники, родители, близкие, это в честь кого-то и чего-то. Вот Валтасар имя, это что-то похоже на это. Что я посмотрел в еврейских некоторых данных, что у Валтасара оригинальное имя было другое. А именно Валтасар, это был как его чин, как положение. Я начал думать, задуматься, что же это за женщина, которая охраняет короля. оказывается, это имя и этой женщины, оно идет далеко в глубину Библии. В Библии очень часто написано, что в старые времена люди делали то, что каждому казалось правильным. Вот человек так думает, вот так живет, вот такой у него стиль жизни, некоторых стиль жизни очень развращенный. Но представьте себе, если вот такой стиль жизни развращенный переносится и становится основой законоположения, конституции, всех амендментов, всех пунктов, и люди говорят, вот это то, что должно быть. вот так надо жить, вот так надо поступать. И они движут это влияние или это понимание не только на свое понимание, как они понимают и как они хотят, чтобы их дети, но они берут это, вводят в систему образования, в систему правительства, в бизнес-релейшншип, не только это. Все свои страны, вассальные страны, которые находятся под управлением их, они говорят, вы должны точно так делать, как мы вам говорим. Иначе мы не будем вас поддерживать, мы будем снимать ваших лидеров, которых вы ставите. И вот получается, что имя Валтасар это женщина, которая охраняет короля. Кто же эта женщина? Это женщина-демократия. Да, вы смеетесь, скажет Сергей, все на демократию сваливает. Именно она есть. То есть она охраняет вот эта свобода, эта либерти, эта свобода, не та свобода от рабства, а свобода в том, как я вот сказал, написано, каждый делал то, что ему казалось правильным. Вот человек так понимает, вот он так понимает, что есть больше, чем два пола, женский и мужской, а есть там 30 полов. И он не только сам понимает, а он заставляет других людей так понимать. И вот в этом является опасность. Многие считают, что же это такое, родился ребенок, и он девочка или мальчик. Но правительство, эта женщина, через короля, начинает действовать на закон и говорит, так, мы введем такое положение, мы начнем давать этим мальчикам и девочкам всякие гормоны, для того, чтобы у них в DNA изменялось понимание и отношение к тому, что может я не мальчик, а может я девочка. И этот мальчик и девочка идут в медицинские клиники и говорят, я вот не знаю, мне иногда кажется, что я девочка, иногда мальчик. И эти клиники говорят, ну если хочешь, мы сделаем тебе операцию и мы изменим пол. Кто же хочет это? Это женщина, которая охраняет короля. И сегодня мы с вами поговорим, до какой степени может дойти царство и империя, когда Бог говорит, знаете что, ты взвешен на весах и найден очень легким. Это не только он сказал этому сыну Навуходоносора, а он сказал Валтасару, он сказал этой женщине, которая охраняет короля. Вы задумывались, что Даниил он не сам выбрал быть под этим именем Валтасар, две бупеи. Навуходоносор ему дал. Здесь есть глубокий смысл, потому что Даниил должен был занимать почетный пост в управлении, в руководстве империи, и он должен был подойти под это название. Это, кстати, есть ответ на то, почему очень многие политики в западных странах снимаются сразу же. Они не подходят. Вот они не подходят по требования этой женщины, которая управляет королем и охраняет престол его. Они должны точно так понимать и точно так делать. И вот обратите внимание, что Даниилу насильственно дали это имя и посвятили его, подвели его, потому что он фактически находился в рабстве. Он не имел возможности сказать, но я не хочу, я останусь Даниилом. Но когда он явился перед этим Валтасаром, мы с вами посмотрим, сын Навуходоносора, когда увидел, ты взвешен на весах и найден очень легким, вызвали Даниила, вошла царица, она, кстати, там не находилась, там были жены, там были наложницы, а царицы не было, она не была частью вот этого пиршества. И когда она вошла, он был в страшной панике, это весь зал, ну, представьте себе, появилась кисть руки, и там писалось на извести сверху, ты взвешен на весах и найден очень легким. И поэтому царство отнимается от тебя и будет передано другому народу. Этот Валтасар, он был убит в эту же ночь. И они царствовали там, радовались, ликовали, а в это же самое время, в это же самое время шло сильное наступление со стороны Мидо-Персидской империи. Наступающей, та, которая только подходила вперед. И ни Валтасар, ни эти вельможи, ни князья, ни эти жены-наложницы в этом большом помещении, никто даже не думал, не догадывался, что их дни исчислены. Они пили и радовались. Но что происходило на военной стороне этого всего дела, я читал, я просто удивлялся. Когда наступал царь Кир, именно царь Кир, он был представитель персидской местности, а кто такая персидская, если вы знаете, сегодня наш в это время Иран, это есть предки персидской империи, Иран настоящий. И в Библии, я нашел в Старом Завете, написано, Бог говорит Киру, царю Киру, я держу тебя за руку, иди. Обратите внимание, что Бог иногда берет языческие другие народы и использует их для того, чтобы наказать другой народ и отобрать империю, отобрать все нажитое и взять, как бы сказать, авторство или ownership по-английски вот этой местности. Это очень-очень интересно, потому что Навуходоносору взяло много лет захватить все территории и были в то время страны, которые были тоже сильны, но Бог именно использовал персов и был поставлен царь Дарий как управляющий вот именно Вавилоном этой местностью. А Кир остался там в своей империи были завоевания опять же на какое-то время. Очень-очень интересно. 539 9-ом Песе персидские войска захватили, окружив богатую роскошную империю, захватив стратегический город Опис. Через неделю они достигли Вавилона. И когда я читал там, там написано, что люди не давали никакого сопротивления. лучше меня удивился. Никто не сопротивлялся. Он входил легко этот Опис он какой-то в своем плане очень даже напоминал как будто бы это Нью-Йорк город находящийся на воде. Кстати в Нью-Йорке там где город Нью-Йорк выше немножко есть город Вавилон. и он находится на воде. И этот город это тот город в который очень многие сионисты убежавшие или убегавшие с Друкистан въезжали туда и назвали этот местность или этот город Вавилон как воспоминанием того когда Навуходоносор захватил Израиль и переселил очень многих иудеев в эту новую страну и вот сам этот опис город он как бы являлся первым городом который должен был дать отпор защиту там должны быть войска вооружение там все должно настолько получается что историки говорят никто даже не воевал и они вошли просто легко вошли в этот опис и потом перешли и подошли и окружили и вошли в Вавилон фактически во время празднования этот Валтасар который мы называем Библия его называет сын Навуходоносора он даже и не знал что в эту ночь будет захвачен город и захвачена и империя перейдет под управление другого царства абсолютно с другим языком с другой культурой но представьте себе вы живете в какой-то стране и ваша страна захватывается какой-то другой страной в которой другая культура другой язык другое искусство живопись другая религия абсолютно все по-другому бедные евреи которые были переселены в Вавилон они только выучили язык только за 70 лет или сколько лет они только начали чувствовать себя вроде как дома и тут на тебе опять новый император новая империя все по новой все сначала очень интересно это просто очень интересно если вы захотите сами окунитесь в эту тему почитайте вы получите удовольствие от этого у меня несколько вещей которые меня поразили допустим люди живущие в Вавилоне вообще в этой империи они настолько наелись уже этой демократией демократией этой женщиной что никто ни один человек не вышел отстаивать ее ни один человек я вот смотрю что происходит в Америке очень интересно 35 лет я здесь живу я вижу как изменилось отношение к правительству к законам президентам этим всем ко всему тому что они выводят что люди требуют нормальных законов нормальные отношения здравости понимаете а что получается получается что те которым дали права власть силу их не то что не могут переизбрать и выгнать и изменить а просто они становятся в полном контроле над народом они они превращают народ в рабов и это не просто рабы которые вот работают есть люди работают 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 вот сколько лет я уже работаю здесь 35 лет работаю я никак не могу пойти на пенсию я не могу оформить пенсию и вот так построена система что на войн есть деньги там войну сделать там а давать деньги пенсионерам чтобы они смогли жить в этой растущей инфляции нету нету специально сделано чтобы человек человек работал до конца а если кто уже хочет уйти на пенсию там каким-то образом это мое личное мнение посылаются какие-то хронические болезни только человек объявил я иду на пенсию все надоело я хочу отдыхать демонкратия сразу посылает какую-то болезнь раковую какую-то опухоль еще какую-то смотришь год-два и все человек умер что такое почему откуда а есть такие орудия раньше орудия были пули снаряды сейчас орудия есть которые посылаются разные заболевания с помощью 5G вот этот телефон с помощью всяких разных медикаментов которые люди войдут соединение очень много всего но я хочу вам сказать это женщина которая охраняет короля она не охраняет народ живущий в этой стране она только короля охраняет она короля охраняет как когда-то говорил Михаил Сергеевич это юмором Хазанов или кто-то из сатириков еще в наши времена когда мы жили говорит я же не говорил что вы будете жить хорошо я говорил что мы будем жить хорошо и вот так вот такой менталитет он присутствует и здесь вы думаете Америка у всех кто живет в Америке на деревьях растут доллары ходишь рот открыл и доллар упал тебе в рот или к руке прилип но здесь надо много и тяжело работать очень трудно работать и так работать что все становится дорого человек идет на пенсию казалось бы правительство должно позаботиться о том чтобы у него хороший был инчуренс оплачиваемый другие но так все делается сделано за зубы отдельно платить за глаза отдельно за волосы отдельно за это отдельно за то отдельно и получается каждый месяц такая большая сумма вот мы подходим к пенсии мы смотрим с Леной мы не можем афордать почему женщина не хочет чтобы мы на пенсии были хочет чтобы мы пахали и вы чтобы вы работали как рабы до последнего раньше рабов ехали собирали цепляли веревками притаскивали Америку сейчас многие приезжают но они тоже так вся построена система что нужно работать как раб без остановки кто же это хочет требует женщина которая охраняет короля и вот мы мы подходим как бы к заключению этой программы но самое интересное дальше неужели экономическое положение отношение к людям как к рабам разложение которое было через законы которые делала эта женщина или этот король во имя этой женщины демонкратии она уже вот здесь была вавилонская неужели ради этого Бог сказал все я забираю это царство другие царства были такие же разложенные точно так же управляли и рабы были и так далее что-то больше что-то больше было сделано а знаете что когда он напился этот валтасар напился посвинячий и все окружающие его напились до предела он сказал принесите мне сосуды которые мой отец вынес из храма в Иерусалиме никто не моргнул и никто не сказал зачем что тебе наши вавилонские сосуды не нравятся пей и радуйся пошли и принесли и когда налили вино в эти сосуды и начали славить богов своих богов появилась кисть руки и на извести было написано ты взвешен на весах иначе найден очень легким этот приговор пришел не только к Валтасару человеку он пришел к этой женщине которая управляла к этой статуе свободы которая стояла там образно будем говорить и говорила вот так я свобода что хочешь то и делай и написано в эту же ночь Валтасар был убит и там произошло все и персидские пир и уже Дарий которого привели и все это воины они знали очень много о Данииле знали кто он такой знали что он пророчествовал очень много о том что сбылось и он остался фактически в большом авторитете в уважении почитайте это очень интересно правление царя Дария и положение Даниила который занимался и испытание которое Бог дал через сатрапов которые управляли вместе с царем Дарьем это очень интересная история но я хочу сегодня в заключении как бы сказать такую глубокую очень глубокую мысль когда Бог благословляет империю и она разрастается она растет увеличивается богатеет вместе с этим знаете что происходит эта империя начинает поклоняться другим богам что происходит здесь в Соединенных Штатах Америки она забыла Бога который благословлял их когда-то через отцов который привел их сюда положили правильную конституцию закон правила она забыла все и они сейчас начинают вводить свои правила свои пункты и они берут эти сосуды которые Бог сказал не прикасайтесь это принадлежит мне для моего служения для моего поклонения вы скажете что могут означать эти сосуды это вопрос а я хочу вам сказать мое мнение вы можете не согласиться но мое мнение всегда в Библии сосуды относились к людям которые были посвящены и вот когда люди которые посвящены Богу начинает ими пользоваться женщина которая покрывает и защищает короля это демонкратия и они уже не несут ответственности перед Богом для того чтобы говорить истину Божью прямо с кафедр говорить что вот это зло вот это зло называть своими именами а что они делают они исполняют желание демократии сегодня многие церкви многие пастора я уже говорил об этом здесь в Америке они превратили свои церкви как будто Петал Хилл место где идется прославление духа войны бога войны где с влагами ходят американскими поют эти песни которые прославляют войну и убийство в других странах вы думаете дорогая Украина что вас возьмут и посадят за стол за которым сидит король которого покрывает эта женщина они вас используют и используют с первого дня им надо от вас территория ваша люди которые будут умирать ради этой женщины которая открывает и будут использовать абсолютно все полезные ископаемые вот только для этой цели и придет время вы увидите вы скажете не согласен ты и раньше это говорил и мы не согласны но придет время вы увидите вы увидите и скажете как мы могли пойти на этот обман это сильный обман и я родился на Украине для меня эта страна дорогая то что я вижу и то что я знаю живая в Америке может многие из вас не знаете только из-за того что вы живете там или живете в других странах но придет момент и вы увидите и вы вскрикнете и скажете как же могло так получиться что Валтасар эта женщина взяла эти сосуды взяла этих людей и начала использовать для своих богов этих людей которые здесь живут этих людей которые живут других странах но люди которые посвящены богу для того чтобы ему служить для того чтобы предстоять перед ним для того чтобы быть свидетелями его славы и благословения для других народов для этого зачем открылись двери зачем упали занавес коммунистической системы в Украине зачем для того чтобы вы влезли в другой забор в другую зависимость если выше из той зависимости коммунизма значит надо войти в зависимость этой женщины которая является демонкратией но вам надо было быть свободными сказать но-но-но вы кушайте свою демонкратию а мы будем решать как мы видим как лучше для нашей страны потому потому что это то вы должны переживать за свою страну а не переживать за какую-то другую страну которая хочет take advantage of you по-английски это называется использовать вас для себя для своего обогащения для своей роскоши вы думаете что это хорошо для американского народа нам даже хуже потому что берутся финансы которые должны были потрачены на людей на народ обычный в медицине в школах в образовании там в дорогах каких-то там еще инфраструктур но эти финансы берут и затрачиваются на бог войны и самое страшное то самое сильное лично для меня что люди которых бог призвал стоять за кафедрами и говорить чистое живое слово слово от бога они сегодня пошли на продажу себя этой женщины которая защищает короля что же будет дальше Вавилон будет взят эта страна Соединенные Штаты Америки она будет взята я говорил это несколько лет назад по откровению от бога я говорю это сегодня в этой стране и в следующей программе я продолжу то что будет происходить с Вавилоном и я вам говорил в прошлых программах я вам покажу на основании Библии что Вавилон это не Россия вы можете говорить что хотите если вы на какую-то страну злые то это не значит что эта страна является Вавилоном я вас я вспоминаю себя 35-38 лет назад я занимался этой темой очень близко в последнее время и там есть написано бог говорит и я посрамлю вилла в Вавилоне и я толковал помните вы не помните я толковал в церквях что Вавил означает Владимир Ильич Ленин представляете почему да потому что мне не нравилась коммунистическая партия КГБ которая сгноила мою маму сгноила моего дядю мой брат сидел в тюрьме все которых я знал знакомые отсиживали в тюрьмах за что за проповедь и в Англии за то что были пасторами служителями вы думаете мне это нравилось поэтому я брал и говорил наверное Вавил это Владимир Ильич Ленин а на самом деле на самом деле Вавилон должен подходить под характеристик и следующей программе я вам покажу географическое положение Вавилона последнего нашего Вавилона 21 века теперь его флаг как выглядит флаг Библия четко показывает как и это только американский флаг больше никакой другой страны теперь ее отношения геополитическая ее отношения бизнес релейтед это стак маркет и прочее теперь ее флейт то есть ее военная структура надводная это единственная страна которая подходит под этим категорией это Соединенные Штаты Америки и так хочу всем сказать женщина которая охраняет короля не поможет а поможет знаете кто живой Бог и живые отношения с Ним не религия а живые отношения если вы общаетесь с Богом Иисус Христос живет в вашем сердце то нет разницы этот мир пойдет в ядерной катастрофе весь разлетится или вы будете переселены с Иисусом Христом в сердце не страшно никуда пусть Бог благословит всех вас почитайте внимательно эту тему это находится в пятой главе мне даже нету времени было читать отдельно почитайте это очень интереснейшее повествование о Валтасаре сыне Навуходоносора и пусть Бог всех вас благословит и охраняет до встречи субтитры субтитры